МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смоленские полицейские пресекли канал поставки синтетических наркотиков. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере следственным отделом отделения полиции по Ельнинскому району возбуждено уголовное дело. Инженерная олимпиада по физике в 4-й городской школе. Это разносторонне заниматься физикой. То есть это не зазубривание формул, это попытка докопаться до самой сути. При этом не нужно забывать про математику. 11 февраля в администрации Десногорска была рассмотрена заявка о реализации инвестиционного проекта. Инвестор предложил обсудить вопрос реконструкции очистных сооружений и объектов водоотведения. Подробности далее. Представители администрации и городских служб с участием главы Десногорска Андрея Шубина рассмотрели инвестиционное предложение от ООО «Интерком». Директор компании Олег Каравашкин презентовал присутствующим проект реконструкции очистных сооружений и объектов водоснабжения Десногорска. Однако, несмотря на положительную идею самого проекта, присутствующими была отмечена специфика компании «Интерком». Вопросы квалификации, вопросы профессионального подхода, они здесь должны стоять впереди, поскольку есть риски инвестиционные, есть риски финансовые, но мы в данном случае должны иметь в виду рисков жизнедеятельности целого города. Помимо озвученных сомнений в квалификации компании в заявленном виде работ, вопрос вызвала и финансовая надежность организации. Согласно бухгалтерской отчетности, ваш за 18 год у вас, ООО «Интерком» сработано с убытком. Откуда вы будете тогда брать средства? Тем не менее, организации предложено подать заявку на участие в конкурсной процедуре на заключение концессионного соглашения на предстоящие работы. Решение о разработке конкурсной документации было принято в конце января 2020 года. В этой же документации будет определена инфраструктура, требующая реконструкции. Эта работа сейчас уже начата. Поэтому, если вы принимаете решение на участие в конкурсе, то, как говорится, не просит. При этом конкурсная процедура будет состоявшейся даже в случае отсутствия других претендентов на данный вид работ. Это подтверждено законом о концессии и действующим законодательством. Если кроме ООО «Интеркома» других претендентов не будет, естественно, конкурс объявляется несостоявшимся, и договор заключается с единственным участником. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна-ТВ В Смоленской области сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли канал поставки запрещенного зелья. Был изъят килограмм синтетического вещества. Подробности далее. Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что двое жителей Ельни Смоленской области хранят запрещенные вещества. В результате оперативных мероприятий в деревне Петрянина Ельнинского района был остановлен автомобиль ВАЗ, в салоне которого находились разыскиваемые. Вещество у молодых людей было изъято и отправлено на экспертизу, которая показала, что это наркотическое средство энметилэфедрон, а общая масса зелья – почти килограмм. Этого хватило бы на тысячу разовых доз. Подозреваемые – местные жители 2001 и 2003 годов рождения. Они пояснили, что приобрели вещество через интернет-магазин в Москве и планировали сбыт наркотики на территории региона. По факту покушения на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, следственным отделом отделения полиции по Ельнинскому району возбуждено уголовное дело. Подозреваемым по этой статье грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна-ТВ Инженерная олимпиада вновь собрала в школе номер 4 старшеклассников Десногорска и Рославля, победителей и призеров отборочного этапа. Конкурс по физике проходит уже девятый раз и дает школьникам возможность льготного поступления в ВУЗы. 9 февраля Десногорск стал местом проведения уже традиционной инженерной олимпиады. Старшеклассникам, победителям и призерам отборочного тура предстояло решить шесть задач по физике за три часа. При этом сами задания требуют понимания не только сути физических законов, но и их работу на практике. Это разносторонне заниматься физикой. То есть это не из-за зубривания формул, это попытка докопаться до самой сути, при этом не нужно забывать про математику. Организатор мероприятия концерн «Росэнергатом» совместно с ведущими инженерными ВУЗами России, а также Смоленская АЭС и администрация Десногорска. Олимпиада проходит уже в девятый раз на 17 площадках городов России и зарубежья. Такая очень отличительная черта, может быть даже неудобная для организаторов, это то, что инженерная олимпиада школьников проходит на всех площадках в один и тот же день, даже в одно и то же время. То есть там в зависимости от разницы часовых поясов она начинается в разное время. Имена призеров объявят в конце марта-начале апреля. Они получат разные льготы при поступлении в зависимости от ВУЗа. В некоторых случаях можно стать студентом вне конкурса. Но в любом случае участники мероприятия получат один балл в личный зачет при поступлении в НИЯУ МИФИ. Я планирую идти на атомную отрасль. Я конкретно не определилась с более точным направлением в данной отрасли, но знаю, что хочу работать на атомной станции. Пока не знаю, будет ли это Смоленская атомная станция или это будет какая-то другая. Но я знаю, что хочу работать на атомной станции. Возможность работы на Смоленской атомной электростанции будет у хорошистов и отричников. Станция готова будет принять их на практику, заключив договор о целевом обучении после третьего или четвертого курса. А это значит получил диплом. Добро пожаловать в атомщики. Олег Соловьев, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Десна-ТВ На этом выпуск завершен. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.ru а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работал Виталий Волков. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok